Привет, друзья! Сегодня мы вместе проведем вебинар в рамках проекта «Благодатные волны. Кристиан и я». Поскольку нам не безразлично все то, что происходит вокруг, вызывает тревогу и переживания, и мы бы хотели поддержать каждого из вас. Думаю, что именно в такое время нужно как можно ближе находиться и помогать друг другу, пусть даже виртуально, как сейчас, но по возможности делать это и в реальной жизни. Происходящие события влияют на нас и вызывают много переживаний, которые омрачают жизнь. Важно чувствовать связь с самим собой, слушать эмоции и ощущения внутри. Каждый новый день приносит нам новые испытания, новые события, хорошие и не очень. Все, что нас окружает и с чем мы сталкиваемся в жизни, отражается на нашем внутреннем состоянии. Это влияет на связь с самим собой, осознанность, способность находиться в моменте. Происходящее вокруг заставляет нас отдаляться от самих себя, вызывает сильные эмоции и заставляет реагировать. Порой мы испытываем шок от того, что происходит. Нам кажется, что такое просто невозможно. Но если вы погрузитесь в себя и послушайте, какие эмоции ощущаете в теле, что происходит внутри. Какие мысли занимают ваш ум. Я считаю, что очень важно уделять какое-то время самому себе, слушать, ощущать себя в моменте. Это крайне необходимо, чтобы быть физически и эмоционально здоровым в будущем. Из практики мы знаем, что внешние события влияют на состояние внутри человека. Мы эмоционально и физически реагируем. Нас захлестывает круговорот мыслей. То есть внешнее пробуждает внутреннюю реакцию. Получается, все, что сейчас происходит во внешнем мире, вызывает реакцию у нас внутри. И в этом кроется ловушка. Вместо того, чтобы быть осознанным, человек реагирует. Когда мы находимся в состоянии осознанности, мы не позволяем внешнему влиять на внутреннее. Мы сохраняем способность действовать эффективно, осознанно, с любовью и интересом к окружающему миру. И сейчас я предлагаю вам сделать практику. Если хотите, можете закрыть глаза. Подумайте или вспомните случаи, когда вам говорили, «А, у тебя ничего не получится, ты с этим не справишься» или другие токсичные слова. Вспомните такие ситуации, которые вызывали сильную реакцию внутри. Просто подумайте о них и осознайте эти реакции. Почувствуйте себя, ищите, что происходит внутри, эмоции в груди, в животе, в руках. Это может быть тревога, злость, несправедливость. Что вы ощущаете? Я дам вам время, чтобы вы погрузились в свое состояние и вспомнили о неприятных моментах. Ощущайте себя, переживайте эмоции внутри, не уходите от этих эмоций, а наоборот усильте ощущения. Вы чувствуете это в настоящем моменте. Глубже ощутите его. И теперь, когда вы хорошо почувствовали эмоции внутри, я задам вам вопрос, но ответьте не обдумывая. Пусть ответ придет сам из ваших ощущений внутри. Вы погружены в состояние, когда глубоко чувствуете эмоциональный или физический дискомфорт, или, может, даже испытываете боль. И из этого состояния ответьте, сколько вам лет? Вы ребенок? Подросток или взрослый? Сколько вам лет? Что вам говорят ваши ощущения? Где вы находитесь? Что вас окружает? И с кем вы испытываете эти эмоции? Это кто-то близкий? Учитель в школе? Приятель или какой-то другой человек? В какой именно момент и с кем вы испытываете эту эмоцию? Проживите это. Почему она хранится так глубоко в вашем бессознательном? Что происходит у вас внутри, когда вы находитесь в этой ситуации, рядом с этим человеком? Ощущаете это состояние сейчас? В настоящий момент то самое состояние. В погруженности вы осознаете эмоции, но за ними скрываются другие, неосознаваемые. Найдите эту самую глубокую и самую тяжелую эмоцию. Ощутите ее в теле, в сердце. Проживите ее. А теперь почувствуйте еще глубже и подумайте, почему вы скрываете эту эмоцию и не можете о ней рассказать. Почему она до сих пор с вами? Какая есть на то причина, чтобы она жила внутри и вы ее ощущали? Мы здесь, чтобы помочь вам и сказать, хоть мы не знакомы лично, но вы не одни. Вы не одиноки. Мы здесь, чтобы быть с вами и поддержать. В этом мире вы не одни. Вас окружает много людей, которые объединяют доброе сердце. В этом мире вы не одни. Вас окружает много людей, которых объединяет доброе сердце, искренние желания и готовность поддержать вас. Мы здесь, чтобы помочь вам. Есть разные формы поддержки и связи. Например, как сейчас. Мы здесь для вас, людей разного возраста и опыта, для людей, которые находятся в разных странах и часовых поясах. Но есть место, где нет границ ни во времени, ни в пространстве. Где эмоции могут свободно перетекать в любую точку, в любой момент. Эмоция может переместиться в любой период вашей жизни. Перенеситесь в тот момент жизни, где вас кто-то поддержал, утешил, выслушал. Вернитесь в тот момент, где этот человек рядом с вами. И почувствуйте легкость, покой. Ощутите благодатную заботу этого момента. Почувствуйте, как открываетесь. Представьте, что ваши положительные ощущения в этом моменте – это цвет. Все, что вы чувствуете в этот момент, в каком цвете. Питайте его в себя, пока не будете излучать, как солнце. Пока лучи этого цвета не растопят все препятствия вокруг вас, вы становитесь, как будто солнцем, излучающим свет. Вдохните поглубже, чтобы сильнее почувствовать энергию вашего цвета. И излучайте его, как солнце. И теперь, когда вы чувствуете это излучение цвета, осветите тот момент, где вам было плохо. С тем человеком, который причинил боль. Осветите это. И осознайте, что все изменилось, потеряло свое значение в прошлом. Теперь, когда вы смогли изменить ощущения в ситуации из прошлого, вы можете то же самое делать и со многим другим. В следующий раз, когда в жизни случится неприятный тяжелый момент, превратитесь в солнце, излучающем силу и энергию. И наблюдайте за тем, как все начинает меняться вокруг вас. Проживайте свои ощущения в каждый момент жизни. Вы можете освещать цветом энергии жизни и силы свое настоящее и прекрасное будущее. Можете делать это сознательно или неосознанно, ощущать искусственный процесс на духовном и энергетическом уровнях в любое время. Мы желаем всем добра и будем рядом с вами, вне зависимости от того, знакомы мы с вами или нет. Но мы готовы поддержать каждого из вас. Крепко всех обнимаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова